К другим темам. Социально-экономическое развитие Ярославской области Владимир Путин сегодня обсудил с временно исполняющим обязанности губернатора Михаилом Евраевым. Ярославль столица Золотого кольца, поэтому много говорили о туризме и о сохранении объектов культурного наследия. Также президент отметил хорошие показатели региона по инвестициям, промышленности. Отдельного внимания заслужат вопросы строительства жилья, крупные транспортные и дорожные проекты, а также кадровая программа Ярославский резерв. Обо всем по порядку Павел Краснов. На Волжской набережной и прилегающих к ней улицах у старинных особняков и церквей 17 века кипит работа. Исторический центр Ярославля приобретает обновленный вид. Для большинства городов это привычная картина, но в Ярославской области дорогам долго не уделяли должного внимания. Теперь строители решают застарелую проблему. У нас 57% областных дорог находится не в нормативном состоянии. 73% муниципальных дорог находится не в нормативном состоянии. Это самая большая серьезная проблема, с которой обращаются жители. Михаил Иванович, ну в целом работа вами налажена за последнее время, но есть проблемные вопросы, о которых вы сейчас сами сказали. Это дорожные сети прежде всего местного и регионального значения. Там действительно есть над чем работать, это совершенно очевидно. Не нужно уделить этому внимания. В этом году объем дорожного ремонта в области увеличили больше чем наполовину. И это чувствуют не только местные жители. Ярославская область – популярное направление для туристов. Тысячи людей едут сюда, чтобы увидеть знаменитые церкви, ростовский Кремль и другие жемчужины Золотого кольца. Вообще туристическая сфера у нас очень бурно сейчас развивается. Места в гостиницах вообще нет во всей Ярославской области. Туристов огромное количество. Столица Золотого кольца. Столица Золотого кольца. Да, Владимир Владимирович, 4 города из 9, Золотого кольца в Ярославской области находится. Мы этому очень рады, конечно. И у нас большое количество туристических инвестиционных проектов в отели, в медицинские центры, в СПА-комплексы. Проекты не только туристические. Ярославская область исторически была сильна промышленностью. НПО «Сатурн» – к примеру, один из главных в России производителей авиадвигателей. На его базе теперь хотят создать передовую инженерную школу. Подготовки кадров здесь вообще уделяют много внимания. В области даже запустили проект под названием «Ярославский резерв». Благодаря поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей» мы провели большой конкурс. Поступило более 14,5 тысяч заявок практически со всех регионов нашей страны. 300 финалистов, 50 человек победителей. Мы сейчас проводим собеседование и будем их приглашать на работу и в правительство Ярославской области, и в муниципальные районы, и в наши промышленные предприятия. Этому кадровому резерву и предстоит в будущем брать на себя начатые в регионе проекты. Благоустройство дворов, модернизацию транспорта, старые автобусы сейчас меняют на современные, причем с ярославской символикой и развитие социальной сферы. Эту детскую поликлинику должны открыть в конце года. Вы вписались как-то в национальные наши программы по борьбе с новообразованиями, с онкологическими заболеваниями? Да, конечно. Мы в этом году строим два объекта. Это онкобольница и детская поликлиника, помимо 14 модульных объектов ФАПов. То есть мы участвуем активно и работаем с Министерством здравоохранения и находимся на постоянном с ними контакте. Хорошо, хорошо. Это важно, потому что, как вы знаете, программы есть, финансирование выделяется. Это вопрос острый и над ним нужно постоянно работать. Не забывайте, пожалуйста, об этом. Для реализации еще одного проекта городу не обойтись без федеральной помощи. Сейчас весь транзитный транспорт идет через Ярославль по единственной дороге. Через охраняемый ЮНЕСКО исторический центр. Чтобы пустить машины в объезд, нужна новая развязка. Если говорить в целом об этом проекте, то это, конечно, не развязка, а полукольцо. Это южное полукольцо Ярославля. И этот проект полукольца был включен в генплан еще в 1971 году, то есть 51 год назад. Мы поработаем, поработаем. Я поручу различным ведомствам, и они поработают между собой. Первым этапом этого проекта станет строительство нового моста через Волгу. Павел Краснов, Андрей Кузнецов, Ольга Герсименко и Денис Ларин. Первый канал.